жиги все еще ездят их приходится ремонтировать в основном гоняет сейчас на них молодые пацаны у кого денег немного у многих энтузиазма много они делают все сами во всяком случае стараются именно для таких пацанов это видео к 20 годам у них из опыта только полюция поэтому надо немножко показать что делать для тех кто в час ночи со словами жигай тормоза пытается натянуть вот эти пружинки на колодке или на пхать барабан на место собственно для них это видео вчера мои пацаны в пол второго ушли смотрю все брошено слушаю голосовые сообщения в отцапе там такие жалобные стоны пришел сейчас ту сторону собрал эту сторону покажу вам как можно собрать быстро одному не особо напрягаясь смотрите получается трос ручника он асимметричный если левую поставить на правую а правую на левую вот эта пипка будет торчать вот сюда совсем ну моих пацанов так и торчало из придется пришлось трос ручника переставлять так теперь дальше колодки ставить не совсем обязательно сразу вот эту колодку лучше поставить зафиксировать его ее гвоздиком сверху она упирается вот в цилиндр снизу у нее есть свое посадочное место маленькая пружинка ставится вниз за получается за колодку ну так визуально вот а верхняя пружинка вот в принципе кажется что вот взял хоп натянул вот отверстие и все понеслась но на практике вот час ночи сейчас покажу если получится как это сделать ну что погнали для начала нижняя пружинка выводим вот из места посадочного убираем коп ставим пружинку на место на свое место в колодках и по очереди колодки просто сначала одну потом вторую ставим на место защелкнулась здесь нижняя пружинка давит колодки пытаются развалиться теперь верхняя пружинка верхняя уже будет посерьезней здесь вот кто внимательный заметил отсутствие вот такой штучки и ему потом просто сейчас она только будет мешаться и может убить все нервы тоже аккуратненько заводим вовнутрь глубь не в свое посадочное место так чтобы она села туда куда может сесть как можно глубже это уберет натяг пружин так еще момент для оттягивания пружинок удобно пользоваться старой пружинкой потому что они есть крючок вот пружинка попала в свои пазики теперь также по аналогии с низом вставляем колодки в свои пазики на рабочем цилиндре вот здесь уже придется попыхтеть но не так сильно если вы руками пытались все это сделать натягивая пружинку теоретически колодка где-то на своем месте все здесь в пазиках здесь в пазиках но сейчас мы ее выведем оттуда смотрите здесь стоят эксцентрики эксцентриком я развожу колодки чтобы мне на место установить эту планку видно как эксцентрик за нас часть работы делает освобождая на место для планочки теперь планка вот рычаг стояночного тормоза вот планка вот здесь она встала здесь чуть чуть не встала отверткой помогаем твою девиченька вот я даже обрезать не буду чтобы было ясно что в принципе все делалось достаточно быстро несмотря на то что все получалось не с первого раза вот планка на месте колодки на месте но разведены лишнего возвращаем обратно эксцентрики потому что в таком положении будет проблематично одеть барабан теперь эксцентрики ставим в минимальное положение потому что колодки новые и барабан надеть будет тоже блин все что ли цены вчера занимались этим 7 вечера до пол второго ночи вот смотрите на готовую работу пружинка вот она держится ручник вот он выходит вот так планка разводящая сверху пружинка держащая сверху колодки рабочий цилиндр тормозной ну и соответственно колодка левая правая все все на месте почему так подробно объясняю потому что ребят вчера когда мучились я им говорил пацаны загуглите короче они гуглили гугли сказали что ничего не на гугли толкового и когда у них силы кончились ночью ушли просто и все надеюсь это было вам полезно сэкономило вам время нервы пальцы если кто хочет написать в комментариях и объяснить как правильно вот этими эксцентриками отрегулировать колодки так как надо чтобы они работали хорошо схватывали ровно напишите цель этого видео было всего лишь показать как собрать задние барабанные тормоза с минимальными потерями пальцев всем спасибо всем пока в Продолжение следует...